Мы общались где-то около месяца тому назад. Бренд Smartech ориентирован в большей степени на проектные решения. А сегодня же мы поговорим о более бюджетном нашем решении, решении на базе оборудования уже не корейских, а преимущественно китайских производителей, собранных под брендом Alteron. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы уточнить, как меня видно и слышно, все ли в порядке. Поэтому, если все хорошо, попрошу в общем чате поставить плюс. Я хотел бы сказать, все ли хорошо, как тут же меня выбросило из конференции. Поэтому сейчас еще раз повторю свой вопрос по поводу того, как меня слышно, как минимум. Поэтому, если все нормально, то прошу поставить плюс. Так, хорошо, теперь по поводу видео. Я смотрю, у некоторых есть некоторые замечания по поводу видео, но, к сожалению, я улучшить не могу. Если более-менее меня видно, то уже нормально. Главное, чтобы была видна презентация. Здесь я рассчитываю на то, что все-таки вам все будет достаточно неплохо видно. Прежде чем начну, хочу сразу сказать, что если у вас какие-то будут появляться вопросы по поводу проведения вебинара, смело их задавайте в общем чате, в разделе, в секции вопрос, как угодно. Я с удовольствием буду на них отвечать, тоже по поводу проведения презентации. Сама презентация, она доступна для скачивания. Вот если вы в верхнем правом углу интерфейса нажмете третью кнопку слева, открыть или скрыть ресурсы, то в нижнем правом углу экрана у вас появится презентация, которую вы сможете, соответственно, сегодняшняя презентация, которую вы сможете скачать. Ну и после окончания вебинара, спустя некоторое время, сегодняшний вебинар будет выложен в видеозаписи на сайте компании «Видеоглаз», с любезного позволения которой мы сегодня и проводим наш вебинар. Итак, значит, о чем мы сегодня поговорим? Ну, я не претендую на то, чтобы рассказать вообще о всем том, что у нас есть на сегодняшний день в рамках торговой марки «Альтерон», поэтому, наверное, какой-то особый акцент я сделаю на новинках, которые у нас появились или появляются в ближайшее время. Ну, о каких-то регулярных продуктах мы, тем не менее, все же поговорим тоже. Итак, значит, ну, пару вот таких вводных моментов. Что есть «Альтерон»? «Альтерон» – это достаточно молодой бренд, который представлен нашей компанией «Смартпэк Секьюрити» на российском рынке около четырех лет назад. В принципе, в своем нынешнем состоянии он включает две основных таких категории. Это системы IP видеонаблюдения и системы аналогового HD видеонаблюдения, куда относятся форматы HD, HDTVI, HDCVI, ну и все, что с этим связано. Фактически, это два таких основных сегмента. О них мы сегодня и поговорим. В отличие от оборудования «Смартпэк», мы не претендуем на то, чтобы в состав «Альтерона» включить все необходимое для создания систем видеонаблюдения без привлечения сторонних компонентов. То есть, какие-то решения, связанные с объективами, решения, связанные с термокожихами, у нас в «Альтероне» отсутствуют. Но они в полной мере представлены в рамках торговой марки «Смартпэк». Важно отметить, что оборудование «Альтерон» в достаточно больших количествах всегда у нас имеется на складе и доступно к оперативному заказу. То есть, если у вас даже проходят достаточно крупные спецификации, где необходимо приобретение довольно большого количества камер, видеорегистраторов, эти спецификации могут быть полностью обслужены складским наличием. Какая-то часть оборудования у нас при этом присутствует на нашем транзитном складе, совсем недалеко в Прибалтике, откуда мы можем оперативно подвозить недостающее количество. Что касается информационной поддержки, мы представляем полноценную информацию о бренде «Альтерон» и всем оборудовании, которое находится в составе «Альтерон» на специальном сайте www.alterondefisctv.ru. Ну, собственно, он перед вашими глазами. Сейчас, секундочку. На нем представлена полноценная информация. Также она продублирована на нашем основном информационном портале Smartech Security.com в разделе «Альтерон». Случайные обрывы соединения, к сожалению, это не в моей власти. Если все в порядке, я прошу еще раз поставить плюсы в чате. Так, хорошо. Значит, я хотел бы упомянуть о том, что на оборудование марки «Альтерон» мы предоставляем двухгодовую гарантию. Исключение составляет только матрицы жидкокристаллических мониторов. На них распространяется годовая гарантия. Все остальное покрывается двухлетней гарантией. В течение гарантийного срока мы берем на себя все издержки, связанные с доставкой гарантийного оборудования до центров диагностики и с передачей нового оборудования взамен неисправного по конкретным фактам рекламации. Система достаточно простая и себя хорошо зарекомендовавшая. То есть, если у вашего клиента выходит из строя оборудование «Альтерон», первое, что делает клиент, это возвращает непосредственно компании, являющаяся партнером нашей компании, то есть партнером по бренду «Альтерон», где производится изначальная диагностика. В роли таких компаний выступает, в частности, компания «Видеоглаз» и дилеры компании «Видеоглаз». Достаточно простая процедура. Сначала оценивается, не истекли гарантийный срок, то есть те самые два года с момента совершения клиентом покупки, и просто подтверждается сам факт наличия неисправности. То есть, если нет, допустим, видеосигнала, камера не выдает видеосигнал, об этом это нужно подтвердить. Все, на основании этой информации вашему клиенту с нашей стороны, либо вам отправляется точно такое же новое оборудование с нашего склада, без лишних вопросов. Причем доставка идет до областных центров, то есть, если клиент находится где-то совсем в глуши, то доставка по областным центрам у нас производится за наш счет. Оборудование за наш счет и доставка за наш счет. Также хочу упомянуть о том, что с точки зрения технической поддержки вы вправе рассчитывать, и ваши клиенты вправе рассчитывать на полноценную техническую поддержку с нашей стороны, которая осуществляется разными способами, но прежде всего через систему электронных заявок, работающую через сайт alterondefis.ctv.ru. Ответ у нас день в день идет, то есть, если клиент задает вопрос оформленной видеозаявки через сайт, то на него получает ответ в течение дня. На практике это гораздо быстрее происходит, то есть, в течение одного-двух часов. При этом, естественно, мы не исключаем возможности и телефонных обращений, но для, скажем так, обсуждения каких-то более глубоких вопросов всегда, конечно, желательно отправлять электронные заявки, поскольку в этом случае к обсуждению привлекается не только один какой-то выделенный сотрудник, а все ребята, работающие в технической поддержке, получают соответствующее информационное письмо. И потом всегда историю можно поднять. Ну, это была такая небольшая преамбула. Собственно, перейдем к предмету нашей сегодняшней дискуссии. О чем мы сегодня поговорим? Что у нас есть в составе альтерона? Ну, мы начнем с секции IP видеонаблюдения и поговорим вначале о IP-камерах, скажем так, базового, самого начального уровня, который у нас присутствует в альтероне. Это преимущественно модели с разрешением 2 мегапиксела в разных форм-факторах, но при этом основанные на использовании матриц Sony. Для нас это достаточно важный, я бы сказал, ключевой фактор, аспект выбора камер. Далее мы перейдем к обсуждению уже линейки камер полнофункциональных, в составе которой есть камеры более широкого типа форм-факторов, в частности, камеры стандартного дизайна. Также там представлены камеры с разрешением свыше 2 мегапикселей, в частности, 3 мегапиксела, 4 мегапиксела и 5 мегапикселей. После чего мы обсудим штатное программное обеспечение AVMS, который идет в комплекте с нашими IP-камерами и совместимо с ними со всеми, позволяет организовывать систему видеонаблюдения масштабом до 32 камер без каких-либо финансовых затрат. То есть это бесплатное программное обеспечение, которое совместимо с нашими камерами. Все, что вам потребуется для установки, только выделенный, собственно, компьютер. И секцию IP мы завершим обсуждением сетевых видеорегистраторов NVR-ов. В составе этой линейки у нас есть регистратор с разной производительностью и с количеством каналов от 4 до 16 каналов. После чего мы пообщаемся на тему мультиформатных HD-камер. Изначально нами были представлены камеры формата HD или HD, но сейчас мы постепенно их замещаем мультиформатными камерами 4 в 1, то есть камерами, которые поддерживают сразу стандарты HD, либо HDTVI, HDCVI, либо обычные аналоговые видео. Соответственно, в рамках линейки камер мультиформатных и HD-форматов у нас также присутствуют две подлинейки. Камеры базового уровня, имеющие специальный суффикс «эко», и полнофункциональная камера, то есть бюджетная и полнофункциональная линейка. После чего мы обсудим гибридные видеорегистраторы, предназначенные для подключения данных камер. Ну, помимо данных камер, к ним можно также подключать и IP-камеры на ограниченное количество каналов. Вот, и если время позволит, мы также еще обсудим тему мониторов. Итак, собственно, начинаем. Камеры начального уровня, камеры, выделенные в так называемое семейство джуна, то есть все эти камеры имеют суффикс «джуна» в конце. Что к ним относится? Ну, здесь у нас присутствуют наиболее бюджетные модели. Здесь мы не претендуем на то, чтобы внешний вид камеры был отличим от камер, которые представлены на рынке под другими брендами. Тем не менее, мы внимательно отслеживаем, что же должно быть внутри камеры. То есть акцент у нас делается на использовании сенсоров Sony. Ну, практика показывает, что и с точки зрения чувствительности, и с точки зрения цветопередачи, да, всегда оптимальнее выбирать камеру, построенную на базе матриц, на базе сенсоров Sony. При всем при этом, что стоит отметить? То есть в линейке камер начального уровня основная масса моделей имеет фиксированную оптику, то есть фиксированные объективы, но также представлено ограниченное количество камер и с ларифакальными объективами. Если мы говорим про уличные камеры, большинство из них не имеет встроенных обогревателей, но поскольку отсутствует автоматическая регулировка диафрагмы, то температурный диапазон где-то до минус 30 градусов заявлен и подтверждается климатическими испытаниями. Итак, составили некий Джуна. Ну, эти камеры у нас достаточно давно уже присутствуют в Вольтероне. Я просто с них начну. Это камеры в купольных пластиковых корпусах, оптимальные, естественно, для установки внутри помещений. Камера КИД-02 Джуна с фиксированной оптикой 3,6 мм, и камера с ларифакальным объективом 2,8-12 мм, КИД-03 Джуна. Обращаю внимание на то, что они построены на базе сенсоров Sony. Sony IMX 322 сенсор используется. Сразу вопрос от Дмитрия Шмидта. Какое IP-уличное исполнение? Об этом мы поговорим дальше. Эти камеры для установки внутри помещений – это не уличные камеры. Вандал защищенный, у нас есть уличные. А это именно в пластиковых корпусах без пылевлагозащиты. То есть, исключительно для установки внутри помещений. Поддерживаются кодеки сжатия H.264 Motion JPEG. Ну и имеется инфракрасная подсветка. Соответственно, у старшей модели она несколько более эффективная. Здесь большее количество светодиодов использовано. Заявленная эффективная дальность до 20 метров. То есть, максимальная дальность, естественно, будет несколько выше. Что еще стоит отметить? Питание. Питание как 12 вольт, так и POE. POE обычное 802.3AT. То есть, вписываемся в 12 ватт. Реальное потребление камеры где-то на уровне 6 ватт. Включая ЭК-подсветку. Так. Какие-то вопросы по данным двум камерам? Это, в принципе, базовые внутренние камеры. Вопрос от Дмитрия Боболева. Скажите, есть модели со встроенным микрофоном? В составе линейки Альтерон таких моделей у нас нет. У нас есть модели с аудиовходом. Соответственно, к аудиовходу вы можете подключить внешний микрофон. Это, я вам скажу так, даже несколько предпочтительнее, поскольку место установки камеры не всегда оптимально для установки микрофона. Используя внешний микрофон, вы его можете приблизить к объекту, собственно, на прослушивание, да, тем самым добиться гораздо лучшего качества звука. Но это находится у нас уже не в линейке камер Джуна, а в старшей линейке. Идем дальше. Камеры в андалозащищенных корпусах. Данные камеры могут использоваться с успехом как внутри помещений, так и на улице, поскольку имеют климатическую защиту IP66, что в составе данной линейки у нас есть. Базовая камера КИВ-02 Джуна, в таком достаточно популярном форм-факторе шаровидном, основанная на сенсоре Sony с фиксированной оптикой 3,6 мм. Далее появилась у нас новая камера КИВ-12 Джуна. Эта камера низкопрофильная, то есть при установке на потолок она достаточно мало выпирает, я бы так сказал. Плоская камера. Такие часто еще используют камеры на мобильных каких-то применениях, в автобусах, в метро и так далее. При этом камера имеет металлический корпус в андалозащищенный и ударопрочный купол из поликарбоната. Также имеет встроенную подсветку до 15 метров. Вот эта камера тоже основана на сенсоре Sony IMX322. То есть вы можете быть уверены в правильной и корректной цветопередаче и хорошей чувствительности камеры. Ну и, наконец, камера КИВ-03 Джуна. Это уже камера с варифакальной оптикой в андалозащищенном исполнении в металлическом корпусе и обеспечивает подсветку до 25 метров, комплектована большим количеством светодиодов. Соответственно, данные модели вы можете использовать внутри помещения, либо на улице, но при климате до минус 30 градусов. Поскольку модели данные не оснащены обогревателем, это нужно иметь в виду. Так, идем дальше. Значит, вот эти две камеры у нас присутствуют в линейке уже некоторое время, но я, тем не менее, все равно их упомяну. Ну, это буллет-камера КИВ-30 и КИВ-03 Джуна. Значит, КИВ-30 модель имеет фиксированную оптику 3,6 мм. Это некоторое исключение в альтероне. Она построена на матрице OmniVision, чуть менее чувствительной, чем Sony. Да, но, скажем так, это проявляется на дальних границах поля зрения. То есть, при лобовом сравнении, допустим, с камерой КИВ-03 Джуна, построенной на Sony, если выключить ИК-подсветку и, допустим, сравнить их в цветном режиме, да, то чувствительность камеры КИВ-03 Джуна будет выше. То есть, она будет меньше шуметь при прочих равных, при поднижении освещенности. Вы это можете заметить. Но КИВ-30 при этом более бюджетная модель, как вы понимаете. КИВ-03 Джуна уже оснащена варифокальным объективом. И я бы хотел еще отметить, что среди камер с варифокальной оптикой, в таком буллит исполнении, она интересна еще тем, что весьма компактна. То есть, ее габариты фактически аналогичны габаритам камер, имеющим фиксированную оптику. Но при этом у нее варифокальный объектив, причем настраиваемый извне. То есть, в нижней части есть два регулировочных винта для регулировки фокусировки и фокусного расстояния. Вопрос от Евгения Николаевича Соболева. Какая скорость кадров в секунду? Ну да, вот здесь это я не указывал. На разрешение 1080p, то есть, это камера двухмегапиксельная, они обеспечивают 30 кадров в секунду. Камеры могут формировать два потока. Допустим, поток высокого разрешения, поток низкого разрешения. Оба в H-264 или один в H-264, второй в Motion JPEG и как угодно. 30 фпс сохраняется и при работе с двумя потоками. Так, какие-то еще вопросы здесь? Если нет, перейду к следующему слайду. Собственно, следующий слайд для каких... Дмитрий... Вопрос от Дмитрия Шмидта, видимо, не дописан. Для каких? Для каких чего? Значит, следующий слайд у нас уже посвящен для каких целей до сих пор делают JPEG. А, поясню, значит. Ну, во-первых, есть ряд ситуаций, когда те или иные установочные документы, используемые внутри тех или иных предприятий, предписывают возможность сохранения видео и трансляции видео только в Motion JPEG. Вы прекрасно понимаете, что кодеки наподобие MPEG 4, H-264, H-265, они применяют межкадровое сжатие, не только внутрикадровое. А это, в свою очередь, накладывает ограничения на возможность использования такой видеоинформации в качестве доказательной базы при каких-то разбирательствах в судах и так далее. Поэтому на некоторых объектах, в некоторых обстоятельствах требуется передача видео в Motion JPEG. Да, она подразумевает достаточно высокий битрейт от камеры, но иногда это требуется. Второй момент. Бывает необходимо использовать камеры не только для текущей живой трансляции видео, но и для, допустим, отправки каких-то кадров на FTP, для последующего складирования и использования где-либо на сайте. Ну, допустим, в качестве типового примера приведу систему наблюдения за строительством того или иного объекта. Там не требуется потоковое видео, но требуются какие-то скриншоты, которые периодически с определенной задержкой будут передаваться и сохраняться, и впоследствии публиковаться на сайте компании, которая осуществляет застройку. Вот для таких целей, допустим. Сейчас мы перейдем уже к обзору полнофункциональных IP-камер. Это та линейка IP-камер в составе торговой марки Альтерон, которая, на мой взгляд, представляет наибольший интерес. Дело в том, что это камеры, которые напрямую, скажем так, конкурируют с продукцией весьма неплохо себя зарекомендовавших именитых китайских брендов на российском рынке. Всем хорошо известных. При этом мы не работаем с данными двумя компаниями, а работаем со своим пулом компаний, которые неплохо себя показали, будучи поставщиками именитых европейских и американских компаний. То есть это достаточно стабильно работающие китайские компании. И из числа их номенклатуры мы выбрали самые интересные с нашей точки зрения модели. Значит, в линейке полнофункциональных камер присутствуют, в частности, модели форм-фактора стандартного дизайна, то есть под внешний объектив. Такие модели вы можете использовать, допустим, где-либо для автодорожных применений при установке в уличные термокожихи. Также в этой линейке вы найдете обширное количество купольных камер, как пластиковых, так и мандалозащищенных, и большое количество буллет-камер. Все данные камеры уже сделаны с прицелом на самое разностороннее применение. Многие из них имеют слоты для SD-карт, имеют аудиовход-авдиовыход, вход-тревоги-выход-тревоги. Многие камеры укомплектованы внутренними обогревателями, что расширяет диапазон их применения до температур минус 40 градусов. И также в линейке полнофункциональных камер представлены модели с разрешением вплоть до 5 мегапикселей. Итак, начнем с... У меня заедает немножечко курсор, сейчас я его оживлю. Модель стандартного дизайна KISS 51. Это камера стандартного дизайна с использованием 3-мегапиксельной матрицы Sony. Камера поставляется без объектива, соответственно, вы можете подобрать необходимый объектив, в том числе объективы с автодиафрагмой могут быть использованы. Безусловно, рекомендуется использовать объективы, имеющие так называемый мегапиксельный рейтинг, для того, чтобы не ухудшить качество изображения, предоставляемое самой матрицей. Значит, что еще стоит отметить по данной камере? У меня есть аудиовход, аудиовыход, вход тревоги, выход тревоги, которые при необходимости вы можете задействовать, и питание, соответственно, 12 вольт постоянного тока, либо стандартное POE 802.3 AT. На следующем слайде представлена новинка, которая нами уже заказана и появляется в самом свежем прайс-листе, который мы предполагаем к появлению где-то через неделю. Соответственно, и камеры должны появиться у нас примерно через это время. Это купольная пластиковая камера с 3-мегапиксельным сенсором нового поколения сенсоров Sony Starvis. То есть здесь уже идет прицел на повышенную чувствительность. Как вы знаете, сенсоры Sony Starvis, они имеют несколько иную технологию изготовления, что в общем и целом повышает их КПД, преобразование свет-сигнал. Иными словами, камеры при прочих равных имеют гораздо более высокую чувствительность, что расширяет диапазон их применения и эффективную дальность наблюдения при той же ИК-подсветке. Значит, данная камера, вот я специально красным обозначил, имеет уже моторизованную оптику, что значительно упрощает ее настройку и позволяет произвести ее более точно. То есть из веб-интерфейса или из интерфейса вашего программного обеспечения, или из вашего NVR, вы можете произвести настройку фокусного расстояния и фокусировки. Также она помимо поддержки стандартного кода КАШ-264, поддержит и коды КАШ-265. Прицел делается на уменьшение, конечно же, битрейта, который камера отправляет по сети. Но не забываем о том, что декодирование стандартовидно-системные затраты, поэтому всегда на это обращайте внимание. И еще один очень важный конек – это использование в камере аппаратного широкого динамического диапазона. То есть не программная реализация, так называемый DVDR, а аппаратный VDR или True VDR, как его называют, то есть настоящий VDR. Значит, что я хотел бы отметить. Соответственно, эта функция очень полезна при установке камеры где-то там против встречного света, когда у вас одновременно в поле зрения присутствуют какие-то темные и достаточно яркие объекты. Сейчас прервусь немножечко и отвечу на ваши вопросы. Вопрос от Дмитрия Боболева. По поводу JPEG. Как вариант применения с приложения для управления умного дома дистанционно открывается ворота гаража, плюс идет подтяжка JPEG-картины для визуального наблюдения. Ну да, я полностью солидарен с вами. Это еще один из вариантов. Вопрос от Анатолия. Точно FIBARO, к примеру, только Motion JPEG берет. Но это не вопрос, а комментарий. И вопрос от Александра Рязанца. 30 кадров в секунду при 100 дБ и 60 при ДВДР. Абсолютно верно. Да, камера... Значит, я здесь поясню немножечко, да. Безусловно, сам сенсор камеры исходно формирует поток до 60 кадров в секунду. Но используются каждые два смежных кадра для формирования итогового потока 30 кадров в секунду, за счет чего достигается как раз аппаратная реализация широкого динамического диапазона. При этом камера не имеет режима 60 кадров в секунду без аппаратного ВДР. Такие камеры у нас присутствуют в линейке SmartTek. То есть там по выбору. Либо 60 кадров в секунду ДВДР, либо 30 кадров в секунду ТРУ ВДР. Здесь всегда ТРУ ВДР 30 кадров в секунду. ИК-подсветка, используемая в камере, обеспечит эффективную дальность до 30 метров. Также при желании вы можете установить внутрь microSD-карту объем до 128 гигабайт. Что я еще хотел бы сказать. Соответственно, использование microSD-карт для чего оно нужно. Во-первых, когда у вас прерывается соединение с камерой по тем или иным причинам, в силу выхода из строя коммутатора, нестабильности сети или какой-то диверсии, саботажа, камера имеет возможность писать на себя, на карту. Впоследствии, заходя на камеру, вы можете посмотреть то видео, которое у вас сформировалось в момент обрыва сигнала. Также вы можете писать на карту по движению, либо в постоянном режиме. Но ни в коем случае не надо расценивать запись на карту как некую панацею, как замену записи на NVR. Поскольку работа с таким архивом, она, конечно, не настолько удобна, как в случае с NVR. Ну и потом не забывайте о том, что любая microSD-карта имеет вполне себе ограниченное количество циклов записи. Так, ну вот эта вот камера новая, обращаю на нее особое внимание, поскольку именно в ней сосредоточены два таких вот ключевых момента. Это аппаратный ВДР и повышенная чувствительность. То есть, иными словами, это современная камера, которая может быть использована в самых разных условиях, световых условиях, но для установки внутри, конечно же, помещения. Она не имеет климатического IP-рейтинга, там IP-66, безусловно, нет у нее такого. Это камера для установки внутри помещения. Идем дальше. На следующем слайде у нас уже представлены вандалозащищенные камеры. Значит, что у нас здесь имеется? Ну, начну с камеры, которая у нас достаточно давно присутствует в рамках линейки Альтерон, KIF-40AR, в достаточно популярном таком iBall или шаровидном исполнении. Она имеет варифокальный объектив, вручную настраиваемый, с помощью регулировочных винтов слева и справа. Ну, читать с экрана я не люблю, поэтому просто, скажем так, сделаю акцент на таких ключевых моментах. Во-первых, температурный диапазон минус 30 плюс 50, камера не имеет автодиафрагмы, поэтому, в принципе, можно обойтись и без внутреннего обогревателя, но температурный диапазон от минус 30, минус 40 здесь недостижим. И, наконец, старшие камеры, которые у нас появились, вот сейчас появляются, какие у них ключевые возможности. КИМ-42 камера, это вандалозащищенная камера, но не для установки на улице. То есть она, опять-таки, использует металлическое основание, прочный поликарбонатный купол, но не имеет климатического рейтинга IP66. То есть ее сфера применения внутри помещений, но и в том числе и в тех ситуациях, где камера может стать объектом механического воздействия, метро и так далее, на каких-то публичных объектах. На что я бы здесь обратил внимание? Она построена на двухмегапиксельном матрице Sony, IMX290 сенсор, в частности, использован, опять-таки, с повышенными характеристиками в плане чувствительности. Она построена на современной элементной базе и чипсете, который позволяет обеспечить поддержку сразу двух кодеков, H264 и H265. Соответственно, вы можете использовать, скажем так, 265-й кодек, несколько уменьшая битрейт от камеры, если у вас достаточно узкая сеть. Но не забывайте о том, что для декодирования требуется больше ресурсов. И в данной камере использован аппаратный широкий динамический диапазон. То есть камера с успехом борется с ситуациями, связанными с неравномерным освещением в поле зрения. В качестве ИК-подсветки использованы популярные в последнее время матричные светодиоды, которые при, скажем так, потреблении, тождественном потреблении обычных светодиодов имеют большую световую эффективность. То есть их КПД выше, а потребляемая мощность примерно та же. Соответственно, ИК-подсветка, которую мы здесь имеем, имеет эффективную дальность до 25 метров. Собственно, вот эта камера, при этом сразу скажу, что она будет иметь весьма привлекательную цену, несмотря на свои широкие функциональные возможности. Ну и, наконец, старшая камера среди купольных камер в Альтероне, IP-камер в Альтероне, это Kiv 79. Может быть, в прошлый раз, когда я рассказывал о линейке камер SmartTek, как я упоминал, о 5-мегапиксельных решениях, которые у нас присутствуют в SmartTek. Они построены на матрицах Sony серии Starvis, то есть это камеры с высоким разрешением и при этом с высокой чувствительностью одновременно. Плюс к этому камеры, которые у нас присутствуют в рамках SmartTek, они построены на больших матрицах, на матрицах с линейными размерами следующими, 1 к 1,8 дюймов. То есть это, в свою очередь, еще увеличивает возможности камеры с точки зрения использования на объектах с отсутствием или со слабым освещением. В составе Альтерона мы тоже включили 5-мегапиксельные камеры, ну вот, в частности, Kiv 79 модель. Она построена на матрице Sony 5-мегапиксельной, это не Starvis линейка, то есть ее линейная размера несколько меньше. Возможности камеры следующие, то есть она формирует поток 5 мегапикселей при 12,5 кадрах в секунду. Соответственно, если мы понижаем разрешение, 4 мегапиксела и ниже, это уже 30 фпс, 30 кадров в секунду. Безусловно, важно отметить, что для работы с высокими разрешениями очень важно иметь тонко настраиваемый объектив, поэтому для 3- и 5-мегапиксельных камер и выше, соответственно, мы и сейчас, и впоследствии будем использовать исключительно моторизованную оптику. Ну, в данном случае в камере использован объектив 2.8-12 мм, который вы можете очень точно настроить. Ну, и также упомяну, что поскольку это современная камера, она поддерживает не только 264-е сжатие, но и даже 265-е. Плюс к этому важно отметить, что камера имеет достаточно такую массивную базу. Внутри данной базы вы можете произвести все необходимые коммуникации, подключение камеры. Вам не нужно ставить какую-то дополнительную коробку рядом с камерой. Это раз. Во-вторых, с точки зрения обслуживания она очень удобно открывается, так откидывается. И плюс в данной камере реализовано большое количество дополнительных возможностей. В частности, есть аудиовход, аудиовыход. Вы можете подключить внешний активный микрофон, внешний громкоговоритель для организации уже двусторонней связи с камерой. Есть вход тревоги, выход тревоги. Соответственно, можете подключить датчик, либо какое-то исполнительное устройство. И камера уже имеет более широкий температурный диапазон эксплуатации, подтвержденный климатическими испытаниями минус 40, плюс 45 градусов. То есть вы ее можете смело использовать как внутри помещений, так и на улице. Влагозащита или влагозащита камеры IP66. Какие-то вопросы здесь по данной секции? Ну, если вопросов нет, давайте дальше идти. Значит, на следующем слайде я остановлюсь коротко. Данная камера у нас присутствует достаточно давно в линейке Альтерона. Это уже камеры в буллет исполнении или в цилиндрическом уличном исполнении. Значит, первые две модели – 2-мегапиксельная камера KIP-40, KIP-41. В принципе, начинка их одинакова, они отличаются именно функциональными возможностями. KIP-40 младшая модель, она не имеет внешней регулировки объектива, то есть для регулировки объектива, для настройки фокусного расстояния фокуса, фокусировки вам требуется отвинтить фронтальную часть камеры. KIP-41 имеет внешнюю регулировку, выведенную на два спецчастика. Камера. Далее KIP-41 модель, она также имеет аудиовход-аудиовыход и вход-выход тревоги, которые вы в той или иной ситуации можете задействовать. Ну и второй момент – здесь использованы матричные светодиоды, которые обеспечивают большую эффективную дальность инфракрасной подсветки при тех же энергозатратах, при том же потреблении. Плюс климатический рейтинг IP67, что подразумевает еще большую защиту от влаги и пыли. Во всех данных камерах использованы внутренние обогреватели. В KIP-41 использован еще дополнительный вентилятор, который распределяет, обеспечивает конвекцию внутри и, соответственно, равномерное распределение тепла. Препятствует образованию конденсата на внутренней части стеклокамеры. И, наконец, модель KIP-90. Камера выполнена в том же конструктиве, что и KIP-41, но основана уже на несколько ином сенсоре – на 4-мегапиксельном сенсоре OmniVision. Значит, что стоит здесь отметить? Вот важный такой момент. Очень многие 4-мегапиксельные камеры, из имеющихся на рынке, они не обеспечивают фреймрейта выше 20 или даже 15 кадров в секунду. Данная же камера обеспечивает высокий фреймрейт – 30 кадров в секунду на максимальном разрешении 4 мегапиксела. Все функциональные возможности – тождественные KIP-41. Цена очень близкая, но важно отметить следующее. Поскольку сенсор OmniVision, он несколько все-таки уступает сенсору Sony с точки зрения чувствительности. Поэтому при прочих равных, при понижении освещенности, вот если мы будем ставить рядом две данные камеры, мы заметим, что на KIP-90 будет присутствовать несколько большее количество шума в условиях отсутствия освещения при работе в черно-белом режиме. То есть эффективная дальность подсветки будет несколько меньше, чем 40 метров по сравнению с KIP-41. Но с другой стороны, в условиях нормального и среднего освещения данная камера, конечно, предпочтительнее, поскольку обеспечивает гораздо большую детализацию видеоизображения. Какие-то вопросы здесь? Господа, вы задавайте вопросы, не стесняйтесь, так будет интереснее всем. На всякий случай, такую повторную перекличку давайте сделаем. Если все хорошо, видно, слышно, попрошу поставить плюс в чате. Так, хорошо. Значит, вопрос от Дмитрия Шмидта. Порядок цен на данные камеры. Значит, ну, цен на данные камеры, они все приведены в прайс-листе на сайте alteron.defis.ctv.ru. Вы можете ознакомиться. На всякий случай, еще раз укажу наш сайт по продукции Alteron. Так, идем дальше. А дальше у нас очень интересная новая камера, представленная вот в таком необычном дизайне. Значит, данная камера KIP-88 и KIP-89, они основаны на применении сенсоров нового поколения. KIP-88 использует сенсор Sony поколения Starvis с повышенной светоотдачей. Имеет моторизованный объектив для удобства настройки и фоксировки, да, 3,3-12 мм. Поддерживает, в частности, коды K265 и имеет аппаратный VDR, что расширяет возможности использования камеры в самых разных условиях. Допустим, половина поля зрения у вас хорошо освещенная солнцем, какая-то площадка, да, а другая половина зрения это затененный двор. Здесь камера замечательно себя проявит, то есть яркие области будут подавлены, а темные, наоборот, проявлены. И обращаю внимание, опять же, на достаточно внушительные показатели по мощности ИК-подсветки. Но это достигается, во-первых, благодаря использованию чувствительной матрицы, во-вторых, мощной ИК-подсветки, которая, кстати говоря, закрыта вот таким дополнительным защитным затемненным стеклом. То есть в ночное время вы не увидите вот этого красноватого отцвета светодиодов, что в некоторых ситуациях бывает определенным плюсом, то есть не видно места установки камеры. Что я бы еще здесь отметил? Температурный диапазон, подтвержденный климатическими испытаниями, минус 40, плюс 45 градусов. Ну, питание стандартно, 12 вольт, либо поэр. Камера укомплектована кронштейном, причем достаточно хорошо закреплена на нем, да, там использованы специальные шестигранники, которые фиксируют камеру в трех плоскостях. Вопрос от Дмитрия Боболева. Просьба вкратце пояснить, в чем реальная разница в программном аппаратном ВДР. Да, хорошо, смотрите. Так, почему нет цены на эти камеры, очень интересно. Так, значит, сначала отвечу на вопрос от Дмитрия Боболева. В большинстве, я бы так сказал, наверное, в 70% камер, которые представлены на рынке, это относится и к IP-камерам, к камерам других форматов, задействован, использован так называемый ДВД, или цифровой ВДР. По сути, это программная реализация расширения динамического диапазона. Как мы фактически, можно некую аналогию провести с общим увеличением яркости изображения. То есть, данная функция, она себя хорошо показывает в тех ситуациях, когда у нас есть объект с достаточно неплохо освещенный объект, но какие-то части у нас находятся в темноте. То есть, темные участки изображения, они могут быть проявлены путем включения функции ДВДР, но яркие, увы, подавляться не будут. Фактически, это сродни просто повышению яркости изображения. То есть, мы не получаем сбалансированного по контрасту изображения в ситуациях, когда у нас есть какие-то высокие уровни засветки. В случае же аппаратной реализации широкого динамического диапазона сама матрица камеры, она исходно формирует некий поток кадров. Каждые два кадра используются для формирования итогового кадра. Можно так сказать, что один кадр с недостаточной экспозицией, а другой с избыточной экспозицией. Путем их суммирования мы добиваемся сбалансированного изображения по контрасту. То есть, яркие области у нас подавляются, а темные проявляются. Иными словами, в условиях сверхконтрастного освещения данная функция очень-очень желательна. Ну, в принципе, она желательна во всех условиях. Если вы поставите бок о бок камеру с включенным ДВДР, с включенным ТРУВДР или аппаратным ВДР, вы в этом убедитесь сами. Классические ситуации использования ТРУВДРа – камера против встречного света. Допустим, камера фейс-контроля напротив камеры группа дверей, оттуда яркий солнечный свет, и человек заходит на фоне вот этих стеклянных дверей. Камера с ДВДРом у вас в таких ситуациях вряд ли справится. Камера с ТРУВДРом у вас обеспечит и различимость деталей на лице человека, а не просто черный силуэт. И, с другой стороны, все окружающее человека, пространство не уйдет в молоко. То есть будут различимы детали и застекло. Вопрос от Дмитрия Шмидта. Почему нет цены на эти камеры? Очень интересная стоимость данного решения. Камера, которая сейчас у вас перед глазами, они сейчас только появились. Заказана товарная партия. Как я уже сказал, модели с индексом Нью будут внесены в прайс-лист уже в самое ближайшее время, примерно через... Субтитры создавал DimaTorzok Прошу прощения еще раз за прерывание связи, но это не в моих силах исправить их оперативно. Если все восстановилось, попрошу всех поставить плюс. Так, замечательно. Так вот, я остановился на присутствии данных камер в прайс-листе. Через неделю у нас выйдет свежий прайс-лист, в котором новинки будут представлены и, естественно, к этому моменту, примерно к этому моменту они появятся у нас на складе. Мы идем по пути того, что все новые камеры, замещающие предыдущие модели, будут, безусловно, находиться в ценовой категории даже ниже предшественности. При этом будут обеспечивать более высокие функциональные возможности. Значит, я остановился до этого на камере KIF 88 3-мегапиксельной с широким динамическим диапазоном и моторизованной оптикой. И теперь перейдем к камере KIF 89. Визуально внешняя камера такая же, но построена уже на использовании 5-мегапиксельного сенсора с разрешением 2592 на 344, ну и выдает поток 12,5 кадров в секунду. При разрешениях 4 мегапиксела и ниже 30 кадров в секунду. Опять же, что важно для работы с высокими разрешениями, использование моторизованной оптики, что позволяет очень точно настроить объектив. И, пожалуй, еще я бы отнес, в принципе, отнесся к обеим камерам, широкие функциональные возможности, то есть возможность использования microSD-карт совместно с камерами, слой для microSD-карт, аудио-вход, аудио-выход, вход-выход-тревоги, ну и широкий температурный диапазон эксплуатации. То есть это действительно современные модели, которые с успехом могут конкурировать с моделями, представленными на российском рынке от именитых, скажем так, китайских производителей. Так, если здесь вот по данному слайду вопросов нет, переходим дальше. Пару слов о программном обеспечении. Значит, безусловно, вы можете использовать самое разное программное обеспечение совместно с нашими камерами. Это и программное обеспечение известных в России разработчиков, компаний ITV, компаний DSSL, компаний Devline и так далее. Поскольку камеры полноценно работают по ANVIV, и ряд, многие из камер явным образом присутствуют в интерфейсах программных продуктов данных производителей. Но помимо всего прочего, в комплекте с камерами, и если вы знакомы с программным продуктом SmartStation, присутствующим в SmartPack, то это его фактически клон с некоторыми ограничениями. AVMS как продукт работает максимум с 32 камерами, это односерверная система, то есть вы устанавливаете программное обеспечение на один компьютер, выступающий в роли сервера, а в роли клиентов количество клиентов не ограничивается. Причем есть как обычные клиенты, так и мобильные клиенты для платформы Android. Ограничения какие есть? До 32 каналов, как я уже сказал, только IP-камера Альтерон, и по глубине архива каких-то ограничений в принципе нет, несмотря на то, что это бесплатное штатное ПО. То есть, иными словами, для систем относительно небольших и среднего масштаба вы можете сэкономить и использовать штатное программное обеспечение. Для этих целей потребуется только выбор соответствующего компьютера, в зависимости от количества каналов, от ваших требований. Мы всегда дадим рекомендации. Если же речь идет о совместном использовании не только камер Альтерон, но и каких-то сторонних камер, ну здесь к вашим услугам вы можете использовать программное обеспечение SmartStation, поддерживающее не только Альтерон, а все что угодно, либо другие реализации ПО, такие как продуктный макроскоп и так далее. Идем дальше. И, собственно, следующая секция у нас посвящена уже решениям по записи. Сетевые видеорегистраторы, МВР. Начинается у нас линейка с младших моделей KN-087, KN-167, соответственно, на 8 и на 16 каналов. Данные видеорегистраторы – это более бюджетные модели, нежели то, о чем я буду говорить дальше. Важно отметить, что модели поддерживают сжатие H-264, достаточно при этом хорошая производительность для продуктов, скажем так, достаточно низкого ценового сегмента. То есть, если брать там 16-канальный регистратор, то входящий битрейт – 200 Мбит в секунду. Как вы понимаете, это весьма много. То есть, 200 разделить на 16 – это 8 Мбит в секунду на канал, если вы пропорционально будете делить. И, соответственно, 100 Мбит в секунду для 8-канальника. Поддерживаемое разрешение самое разное, вплоть до 5 Мп, вы можете подключать камеру к данным регистраторам. И вы можете работать с двумя потоками видео. То есть, допустим, при просмотре на полный экран, при просмотре четырех камер одновременно, у вас будут демонстрироваться первые потоки. При просмотре, допустим, 9 камер или 16 камер будут демонстрироваться вторые потоки, если они активированы на камеру. Вот. С точки зрения поддержки жестких дисков, один диск поддерживается на КН 087, объем дисков до 8 терабайт проверен и до двух дисков на КН 167. С точки зрения удаленных клиентских подключений, есть клиентский софт штатный, CMS, и также возможен веб-доступ и доступ с мобильных гаджетов под андроидом и под iOS. Прошивки на основе Linux. Да. В принципе, все данные регистратора, о которых я вот сейчас говорю и о которых буду говорить дальше, они, в принципе, построены на Linux. Важно отметить, что в данных регистраторах реализован собственный P2P-сервис, ну, как и в последующих регистраторах. То есть, сейчас этим, в принципе, мало кого удивишь. Иными словами, у вас есть всегда возможность, зайдя в интерфейс регистратора, просканировать QR-код, относящийся к данной модели, и обеспечить удаленное подключение с мобильных устройств без необходимости проброса настройки каких-либо портов. Поскольку, ну, принцип P2P-сервиса я не буду, как бы, объяснять, да, я думаю, что всем многие, большинство знакомы с этим, да, поэтому просто констатирую факт, что, значит, для данных регистраторов есть предусмотрен свой облачный сервис для упрощенного подключения с мобильных устройств. И над данными моделями стоят модели, три модели, KN168XIP, KN088 и KN168IP. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще раз у нас произошел обрыв связи, надеюсь, все восстановилось. Итак, значит, в чем отличие, да, и в чем, собственно, преимущество. Значит, данная линейка регистраторов уже построена с поддержкой не только 264-го кодека, так, надеюсь, все хорошо, но и аж 265-го. Иными словами, вы можете подключать современные камеры, которые поддерживают 265-й кодек и не слишком сильно нагружать сеть. Важно отметить, что данная модель, вот если говорить о 16-канальных регистраторах, они поддерживают еще более высокий битрейт, до 320 Мбитсекунду входящего битрейта. Иными словами, мы можем обеспечить подключение камеры еще более высокого разрешения, с разрешением свыше 5 Мп, которое производит, ну, достаточно большие потоки, скажем так, до 20 Мбитсекунду на канал. То есть мы можем смело подключать даже камеры с разрешением 4К. Данные модели, да, предусмотрены для монтажа в 19-дюймовую стойку. Вот именно данные модели. Они имеют одноюнитовое исполнение, но по ширине они ровненько для 19-дюймовой стойки. И чего не сказать, допустим, о младших моделях, они имеют меньшие корпуса, более компактные. Важно еще отметить следующее. Значит, в моделях на 8 и 16 каналов, KN088 и KN168, имеется собственный ПОЭ-коммутатор встроенный. То есть вы можете подключать камеры непосредственно к самому регистратору, каждая на свой порт. Ну, помимо этого, естественно, есть и гигабитный порт, если вы не хотите задействовать прямые порты. Только обратите внимание, что в 16-канальнике точно так же 8 ПОЭ-портов. Если брать модель KN168X, это фактически упрощенная версия модели KN168. Все то же самое, но ПОЭ-портов нет. То есть есть гигабитный порт, но и цена ниже. Здесь немножечко устаревшая информация, к сожалению, в презентации. Жесткие диски до 8 ТБ поддерживаются. То есть два диска можно восстановить по 8 ТБ, обеспечив 16 ТБ архива. Вопрос от Дмитрия Шмидта. Есть грозозащита или нужно отдельно устанавливать? Используется штатное абсолютно средство, поскольку, ну, это, не забывая, что это НВР, да, для РЖ-45 портов НВР уже достаточно давно и многими компаниями предусматривается штатное средство грозозащиты. И если, допустим, по каким-то причинам высоковольтные разряды попадают на линию, ну, допустим, на отдельные ПОЭ-порты, да, то у вас в худшем случае выйдет из строя именно данный ПОЭ-порт. Ну, не пострадает весь регистратор в целом. Вот. В принципе, это не является чем-то таким ключевым, да, это уже давно используется многими производителями, ну, исключая производителей самого низшего звена, да, где стоимость регистратора уже там ниже, скажем так, 70 долларов. Вот. Также я буду дальше говорить о гибридных регистраторах и там тоже это упомяну. То есть грозозащита, предусмотренная внутри регистраторов грозозащита позволяет в худшем случае, то есть она позволяет в любом случае спасти регистратор, в худшем случае выходит из строя какой-то один вход, да, но не весь регистратор. В прежние времена выход из строя, то есть пробой по одному из портов приводил к смерти либо всего регистратора, либо группы входов, ну, допустим, группы из четырех входов. Так, идем дальше. Значит, отмечу, что это действительно высокопроизводительные регистраторы, к которым вы можете подключать камеры самых разных производителей, то есть по Anvif они замечательно цепляются, регистраторы достаточно всеядные, и из нашей практики мы пробовали камеры самых-самых разных моделей, самых-самых разных производителей. Замечательно определяются и подключаются на данный регистратор. Теперь мы переходим уже к секции аналогового HD видеонаблюдения. Почему я не говорю АХД? Потому что постепенно модели, которые у нас поддерживают только АХД стандарт, заменяются моделями все в одном, то есть четыре в одном. Четыре стандарта в одной камере. АХД, HDTVI, HDCVI и обычное аналоговое видео. И как и в случае с IP, мы разделяем всю свою линейку таких аналоговых HD камер на две подлинейки. Младшие камеры начального уровня, младшие камеры, они имеют суффикс «эко». С них и начнем. Здесь мы не стремимся быть каким-то образом уникальными, как и в случае с камерами Juno в IP. То есть использованы достаточно популярные, известные на рынке форм-факторы. И здесь мы в случае с ЭХД уже идем по пути, в камерах начального уровня, по пути представления камер самых базовых, в том числе. Но с определенным акцентом на цену. Это некий такой своеобразный ответ бюджетным линейкам, которые присутствуют на рынке видеонаблюдения. Супербюджетным линейкам. Что у нас есть в составе камер, аналоговых HD камер с суффиксом «эко» начального уровня? Значит, вандал защищенная камера в таком шаровидном исполнении, с тремя типами разрешения. С разрешением 1 мегапиксел, 1,3 мегапиксела и 2 мегапиксела. Эту же камеру сразу подчеркнула, они построены не на соневских матрицах, на более дешевых матрицах. Что стоит отметить? Самая базовая модель, 1 мегапиксельная, она имеет матрицу линейного размера 1,25 дюйма. То есть она не особо чувствительна, сразу предупреждаю. Поэтому основная сфера ее применения – это все те объекты, где ценовые аспекты, конечно же, на первом месте и где не планируется использование камеры в условиях пониженной освещенности. Если же брать камеры с разрешением 2 и 1,3 мегапиксела, то здесь уже чувствительность самих модулей камер повыше. Достаточно базовые такие моменты. Я подчеркну металлический корпус, ЭК-подсветка встроенная, питание 12 вольт, защита климатическая IP66, то есть можете на улице ставить, но при этом понимая, что температура не должна быть особо низкой, то есть до минус 30 градусов. И в составе линейки ЭКО у нас также присутствует буллет-камера, то есть в цилиндрическом исполнении для уличной эксплуатации. Это модели КАБ-01 ЭКО, КАБ-02 ЭКО с разрешением 1,3 мегапиксела. И модели с разрешением 2 мегапиксела, с фиксированной оптикой и с варифокальным объективом. Сразу обращу внимание на новую модель КАБ-14 ЭКО, заместившую модель КАБ-04 ЭКО. Какие мы здесь имеем преимущества? Мы переходим от поддержки просто одного стандарта АХД к поддержке сразу четырех стандартов, то есть АХД, HDTVI, HDCVI и обычного аналогового видео. Второй момент. Повышается параллельно с этим чувствительность модуля самой камеры и использованы матричные ЭКО-диоды, обеспечивающие существенно большую дальность инфракрасной подсветки. Соответственно, данная модель тоже будет представлена в свежем прайс-листе и она сейчас как раз в стадии доставки находится. Это модели, собранные в линейке ЭКО, это фактически базовое решение для объектов и систем, где основной акцент делается на общую стоимость решения. А сейчас перейдем уже к полнофункциональным камерам, где пока у нас присутствует камера HD формата, но в ближайшей перспективе будут дополняться и заменяться опять-таки камерами стандарта 4 в 1. Что у нас есть в полнофункциональных камерах? Начнем с камер купольного и шаровидного исполнения. КАТ-20АР модель с фиксированной оптикой и с одним матричным светодиодом. Предусмотрена установка ее только на потолок, то есть на вертикальной поверхности вы ее не поставите из-за того, что у нее только две оси свободы, две оси вращения. Модель КАТ-21АР уже имеет варифокальную оптику и модель КАТ-20АР, соответственно, имеет вандал защищенное исполнение. В том числе вы ее, в принципе, можете использовать и на улице при температуре до минус 30 градусов. Имеет климатический рейтинг IP66. Что важно отметить? Данная камера можно использовать как в режиме АХД с разрешением 1080p, так и переключать в режим трансляции обычного аналогового видео. 360H. Допустим, это важно при подключении к каким-то видеорегистраторам старого типа, которые еще не поддерживают АХД формат. Настройка камер возможна двумя путями. Либо с помощью штатного джойстика, который располагается на кабеле, выходящем из камеры. Либо посредством управления камерой по коаксиальному кабелю. Ну, если вы знаете, в стандарте, допустим, HDTVI предусмотрен так называемый UTC протокол управления по коаксиалу. Также в АХД стандартах предусмотрено управление по коаксиальному кабелю, как это, допустим, раньше делалось, да и сейчас делается в стандарте пелка коаксидрон. Иными словами, подключая камеры к современным гибридным, допустим, видеорегистраторам или АХД видеорегистраторам, вы можете зайти в меню и настроить необходимые параметры без необходимости прокладки какой-то отдельной витой пары, используя RS-485. Все по коаксиальному кабелю. Что весьма удобно. Какие-то вопросы здесь по данным камерам? Так, если нет, тогда на следующем слайде представлены у нас уже, соответственно, АХД камеры в цилиндрическом исполнении. Как и в случае с купольными полнофункциональными камерами, они опять же построены на сенсорах Sony. Это две модели. Младшая модель Cap 21 имеет фиксированную оптику. 3,6 мм фиксированный объектив. И Cap 22, соответственно, варифокальный объектив 2,8-12 мм. Она также оснащена обогревателем и вентилятором. Несколько разная эффективная дальность эко-подсветки. У младшей камеры до 20 метров, у старшей до 40 метров. Более мощная эко-подсветка. Все большее количество светодиодов и светодиодов матричные использованы. Что объединяет данные камеры? Высокий уровень климатической защиты IP67. Что подразумевает возможность установки камер в самых, скажем так, влажных условиях. Допустим, в тоннелях где-то, в местах, где камеры могут захлестываться водой и так далее. То есть хорошая, уверенная защита от попадания влаги внутри корпуса. Ну и все остальное я уже сказал на предыдущем слайде. В частности, поддержка стандарта HD 1080p, либо обычного аналогового видя. Приключение производится джойстиком, находящимся на кабеле, выводимом из камеры. Так, питание 12 вольт. Какие-то вопросы здесь? Если нет, то переходим к следующему слайду. Ну и теперь, собственно, наше решение по системам записи уже для гибридных камер, для мультиформатных камер, в частности, камер АХД. Значит, нами представлена линейка видеорегистраторов на разное количество каналов. Это полностью гибридные регистраторы, поскольку они поддерживают АХД видео, HDTVI видео, обычное аналоговое видео и также поддерживают возможность подключения IP-камер. Представлены вот на данном слайде три модели на четыре канала, на восемь каналов и на шестнадцать каналов. Поддержка кода КАЖ-264. Если мы подключаем к регистраторам все камеры, кроме IP, мы абсолютно не озадачиваемся тем, на какой канал, какого формата камеру мы подключаем. Идет автоопределение входа. Иными словами, допустим, на первый вход можем подать АХД-камеру, на второй, третий HDTVI, на четвертый обычную аналоговую камеру, как хотим, в любой пропорции. Довольно интересным плюсом данных регистраторов является то, что они являются в полном смысле слова гибридными. То есть, имея 4, 8 и 16 аналоговых входов, BNC-входов, мы помимо задействования данных входов можем подключать к регистраторам еще и IP-камеры. Если мы говорим про четырехканальный регистратор, то к нему можно дополнительно подключить еще две IP-камеры. Если про восьмиканальный, четыре IP-камеры, шестнадцатиканальный, восемь IP-камер. То есть, 8 плюс 16 равно 24 канала. То есть, регистраторы превращаются в шестиканальный, 12-канальный и 24-канальный регистратор при использовании дополнительных IP-камер. Более того, если мы не задействуем BNC-входы, ну или вообще их не задействуем, или задействуем только часть, то высвободившиеся эти каналы мы можем использовать под подключение IP-камер, то есть в любой пропорции. Хоть все 24 канала мы, допустим, в случае с CRM-167 можем использовать для подключения IP-камер, не используя аналоговые каналы. Важно отметить лишь следующее, что это ни в коей мере не означает, что гибридный регистратор можно рассматривать как более дешевую замену NVR. Ни в коем случае. Почему? Потому что мы имеем дело с куда более низким входящим битрейтом. Так, допустим, для 16-канального регистратора битрейт для IP, максимальный суммарный битрейт для IP, он составляет 24 мегабита в секунду. Если взять там, допустим, 16-канальный NVR, о которых я говорил до этого, то он составляет 320 мегабит в секунду. Чувствуете разницу, да? Иными словами, вы можете подключать IP-каналы, но всегда с оглядкой на битрейт тех камер, которые вы подключаете. Если это у вас, допустим, 5-мегапиксельная камера, то много вы их, конечно же, не подключите. Ну, скажем, 3-мегапиксельная камера, вы их много не подключите. Если это у вас камера, допустим, с разрешением просто HD 720p и с лимитированным битрейтом, то вполне вы можете задействовать довольно большое количество каналов. То есть использование гибридных регистраторов с IP-камерами – это не замена NVR. Это возможность дополнения аналоговой системы IP-камерами. Что еще стоит отметить? Для младшей модели 4-канальной мы говорим о поддержке одного жесткого диска. То же самое относится и к 8-канальной модели. И 16-канальная модель поддерживает два жестких диска. Диски могут быть 8-терабайт на емкость. Вопрос от Романа. Входящий битрейт 24 мегабита, а исходящий в зависимости от модели. Так, для КРН 167... Сейчас у меня заел опять курсор. Так, для КРН 167 модели исходящий битрейт находится на уровне 48 мегабит в секунду. На этом уровне 48 мегабит в секунду. Если брать NVR, то их исходящий битрейт куда больше. То есть, до 200 мегабит в секунду. Это тоже нужно учитывать. Поэтому любой гибридный регистратор при существенно меньшей стоимости, чем NVR, он имеет свои ограничения. Это относится не только к нам, это относится, в принципе, ко всем регистраторам, которые присутствуют на рынке. Их основное предназначение, это, конечно же, запись аналогового сигнала, HD, аналогового HD-TVI сигнала или обычного стандартного аналогового виде. Ну, плюс с возможностью расширения по какому-то количеству IP-каналов. Итак, и вот, наконец, на следующем слайде у нас представлена новинка, которая найдет отражение в свежем прайс-листе. Это 32-канальный гибридный регистратор КРН 327. Значит, эта модель, она несколько отличается от предыдущих гибридных регистраторов. Следующим обстоятельством. У нее есть 32 аналоговых HD-входа, ну, для подключения HD, HD-TVI, обычных аналоговых камер. И помимо 32-х входов под аналоговые камеры, мы можем подключить еще 8 IP-камер. Суммарный битрейт для подключения IP-камер составляет 32 Мбит в секунду. Но, в отличие от предыдущих моделей, мы, допустим, не используя аналоговые входы, не можем их использовать под IP. То есть, жестко не более 8 IP-входов. Вопрос от Евгения Соболева. Семерка в номере модели что обозначает? Ну, на самом деле, это всего лишь принадлежность к серии. И, да, вот, если вы обратите внимание, да, вот, модели одной серии у нас, как правило, имеют одинаковые цифры на конце. КРН 047, 087, 167 и 327. Другой смысловой нагрузки эта цифра не имеет. Значит, еще раз повторюсь, что 32-канальная модель имеет заранее предопределенное количество аналоговых входов и IP. 32 аналоговых и 8 IP. То есть, не более 8 IP. Если вы, допустим, используете 30 аналоговых входов, то вы не можете задействовать 10, вопрещение 10 IP-камер, только 8, максимум 8. Ну, пожалуй, еще упомяну то, что данный регистратор появится вместе с новыми партиями камеры, о которых я сегодня говорил, вот уже буквально через неделю, максимум полторы недели будет на нашем складе. Так что, будет представлено в прайс-листе и живьем. Соответственно, мы всю информацию уже размещаем на нашем основном портале постепенно и в выходящем в свет новом каталоге Altero. Также я хотел упомянуть, что, так немножечко возвращаясь назад, что линейка полнофункциональных HD-камер в ближайшее время будет расширяться за счет добавления новых моделей 4 в 1, тоже построенных на сенсорах Sony с высокой чувствительностью, на современных сенсорах Sony, включая сенсоры Sony Staris. Ну, и с течением времени нынешняя линейка HD-камера, она будет замещаться полноценно данными моделями. Сначала дополняться, а потом замещаться. Вы всегда сможете выбрать тот стандарт, который вас устраивает, и включиться к тому регистратору, который у вас есть. В принципе, пожалуй, это так. Как это повлияет на стоимость? То есть, только положительно, Дмитрий, потому что время не стоит на месте, и, в принципе, все камеры, появляющиеся на рынке с течением времени, они не только функционально и технически замещают предыдущие модели, но они и несколько выгоднее становятся по ценам. Поэтому мы имеем здесь все преимущества. Во-первых, понижение стоимости, во-вторых, улучшение функциональных возможностей и повышение таких ключевых характеристик, как чувствительность, появление аппаратного ВДР и многого другого. То есть, это только положительно скажется на линейке. Собственно, пожалуй, на этом и все, что я хотел сегодня рассказать о продукции Альтерон. Я жду какие-то вопросы с вашей стороны. Может быть, будут вопросы, с удовольствием отвечу. Попутно, пока вы думаете о вопросах, я напомню. Если у вас есть какие-то технические вопросы, мы с удовольствием вам будем на них отвечать, и мы полностью в вашем распоряжении. Также наша техническая поддержка в вашем распоряжении. Ну, а по всем коммерческим вопросам в плане приобретения техники Альтерон, я прошу вас обращаться непосредственно к компании VideoGlass, компанией, которая является нашим партнером, с кем мы давно, и весьма плодотворно сотрудничаем. Так что все вопросы, связанные с приобретением оборудования Альтерон, прошу адресовать непосредственно представителям компании VideoGlass. Пользуясь возможностью, хочу сказать большое спасибо компании VideoGlass за предоставленную возможность выступить с сегодняшним вебинаром. А также большое спасибо всем, кто сегодня присутствовал на вебинаре, и надеюсь на то, что в ближайшее время мы опять-таки поговорим о чем-нибудь интересном, и, возможно, коснемся каких-то таких отдельных продуктов, о которых стоит поговорить подробнее. То есть будут уже не какие-то обзорные вебинары по линейке оборудования, а вебинары, посвященные отдельным функциональным возможностям, каким-то особенностям отдельно взятых устройств. Большое спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.